в общем дело вот в чем я вот здесь оказался не просто так а потому что я выяснил что приезжает мой старый друг джека воронов и я под это дело быстро придумал новую рубрику она называется збс это такой афемизм который если быстро ну а сейчас будет просто запекать звук но для нормального мира чтобы никто нам ничего не предъявил это будет расшифроваться как заслуженный заслуженный баскетболист страны это у нас будет просто дружеский разговор я когда начать камеру под камеру подзапись бутылка вина пиногриджи да и бутылка простое здесь весь выпуск спортивный спортивный блок про баскетбол баскетболисты конечно же не пьют алкоголь но и это взятка же не заберет почему я вино пью как раз но ну вот в питере когда будет у тебя свободное время выходные можно быть пригубить я тогда не буду спрашивать знаменитые вопросы про деньги сколько ты зарабатываешь я спрошу такую тему которая многих интересует и меня в том числе технически как баскетболисты пока получают деньги как они получают зарплаты потому что средний уровень зарплаты баскетболиста отличается от среднего уровня зарплаты по россии по стране как это тебе просто у тебя есть написан просписан контракт там есть какая-то сумма тебе выносят мешок денег говорят все вот жени воронов ты молодец отыграл получаем мешок денег или как-то мешок мешочек если сравнить с футболом мешочек пакетик да все очень просто подписывается контракт там обычно расписывается сумма на 10 месяцев в основном это август сентябрь октябрь и до до мая или до июня в зависимости когда первая выплата все деньги которые я получил раньше это била зарплата то есть них с них платится налоги и работодатель платить всякие пенсионные тогда да 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 то есть у меня есть трудовая книжка в которой написано что спортсмен инструктор а вот и в каких-то в каких-то командах одна сумма сразу приходит соответственно каких-то иногда приходит аванс и там вторая сумма большая сумма даже так ну то есть все как у всех у тебя на карточку эти деньги приходят то есть ты не стоишь в бухгалтерии в очередь вот эта маленькая это же раньше было еще когда только начинал нам ты помнишь эти времена когда вспомним минводы это ставропольский край и тебе выдавали налички и тебе не страшно было ввозить эти деньги там домой первая зарплата моя была полторы тысячи рублей на те деньги это это мне было нет это это мне было первую зарплату я получил наверно мне было четырнадцать лет полторы тысячи рублей в месяц никаких индивидуальных контрактов не было тоже с каждым игроком по нет не тогда об этом никто не говорил ты получал там в кассе деньги на леком смотрим на тренировки грубо говоря приходили как как суточный можно сказать раздавали и и все первые мои деньги профессионально это было в локомотив минеральной воды в основном уже в старшей команде 16 лет как бы я был вообще очень рад своей зарплате полторы тысячи рублей в первое что я купил это маме чайник и себе плеер такой он кассетный был но не огромный такой самый плоский плеераны по моему panasonic или philips они были где можно где уже был пульт управления и можно было перематывать песни ну блин это вообще круто ты и школьника ты уже зарабатываешь нормальные деньги на который может покупать какие-то и в первой игре официальная три игрока локомотив минеральные воды получили травмы меня за меня как бы вернули в команду хотя и не должен был там быть в этом году и первую зарплату типа все там ребята вот тогда в черную давали у вас зарплата у вас зарплата и я последний такой думаю заходить и заходить заходить не заходить и мне такие типа и мне дают 500 долларов тогда я как помню доллар был 30 по моему тогда да наверное короче мне дали 15 тысяч рублей и я такой думаю я вышел не улыбка была самая большая улыбка за всю жизнь у тебя даже пенсия будет да получается по трудовой книжке там тебе копеечка будет тысяч 6 я думаю может быть 7 но бед какой-то был себе за цифр без цифр какой в каком клубе у тебя был самый жирный контракт циска ты там отыграл три года до два с половиной полгода аренды кей там там где деньги там где профессиональный спортом где агент спортсмены там агенты как ты пришел к сергею тараканова или он тебе пришел сергей николаевич насколько я просто с ним общался какое-то время назад совсем немного но мне показался очень крутым приятным чуваком он очень крутой чувак я могу сказать что у нас настолько доверительные отношения меня познакомил с ним андрей фетисов который играл локомотиве ростове уже вот мы пообщались с ним встретились в москве он объяснил его смысл работы на чем строится как бы вообще в те отношения которые он выстраивает с игроками и меня это подкупило и вот на протяжении всей карьеры мы уже с ним работаем во первых я очень ценю что он есть моей жизни как как старший товарищ а как агент тоже ну как сказать это уже как уже как есть как бы бытности наши отношения переросли уже больше чем такой грубо говоря чем бизнес отношения тоже больше нуку я коротко просто тоже расскажу я с ним пересекался в в мадриде какой-то семинар у нас был в антим там года два или три назад и чем он меня подкупил лично мы завершающий какой-то банкет фуршет потом мы погуляли по городу где-то сели в баре и он во первых он два или три часа рассказывал потрясающие истории из советского баскетбола российского баскетбола я сидел вот так вот открыв рот слушал все это дико интересно и потом у нас молодых можно сказать начинающих людей в мире баскетбола просто потом за всех нас заплатил где мы там сидели в баре сергей николаевич широкой души человек так что не удивлен ты когда-нибудь выходил из себя на площадке настолько что хотел кинуться в драку или вот ты вот здесь зачинал начинал эту драку вот когда тебя вот просто я рангу нет нет никогда я по моему даже не нравился в последний раз в детстве дрался всегда пытаясь несмотря на то что тебе недавно сломали нос в борьбе это серега решил поправить мне пластику моего лица когда я играл за локомотив и мы играли с циска а дома и проиграли по моему 20 тогда вроде как все говорили что я ударил декол декол или джексон в тот момент я помню что отчетливо что я потерял контроль над собой в плане эмоции эмоции зашкаливали я реагировал я помню что на каждое суде из какое-то решение спорное но было нет или нет так вот я не помню что чтобы я вышел из семья и хотел драться прям такого не было я кстати а нет я участвовал в одной драке массовой драки в динамо комати не тогда играл не в динамо в в локомотиве был такой хай мало реды панамец он до сих пор кстати играет ситуация дошла до того что против него дрались все то есть он был как мальчик он но он был здоровый вот но он со всеми задирался со всеми пытался выяснить отношения и в один прекрасный момент просто же когда дошло дело до потасовки между ним и там другим парнем слушай ну просто все не выдержали и просто все его начали бить он убежал и на никому не было да вот единственно в массовом массовом избиение ну это избиение это так назвать с кем из баскетболистов ты по-настоящему дружишь баскетболистов которые в принципе встречались тебя в жизни были на твоем жизненном пути я могу сказать что наверное и вот в баскетболе у меня нет вот прям таких вот я могу сказать лучших друзей у меня есть два лучших друга которые за также из города лермонтова один сергей макаров другой рома никифоров это вот я могу сказать прям лучший друг здесь детства с остальными ребятами у меня очень хорошие отношения например сама можно называть многих там никита курбанов виктор хряб максим колюшкин окрашов антон именно такие хорошие приятельские отношения с которым с которым мы переписываемся созваниваемся встречаемся например вот недавно в питере там был макс колюшкин он не останавливался мы как бы общались если перемещаться от еще более в узкий круг о твоей команде или о твоих прошлых командах вообще много говорят и журналисты сми и болельщики о командной химии что это вообще за звери как ты думаешь это существует или это просто такая удобная выдумка чтобы говорить что-то вот у кого-то есть у кого-то нет и вы можете пример какой то есть того чтобы просто понять саша командная химия это важно во первых когда в команде все нормальные люди в плане человечности в плане отношения даже не 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 брать баскетбольные какие-то вещи именно в плане кооперации между собой те люди которые делают говна извини да за выражение и в принципе в принципе вот у нас самаре был парень американец но он такой высокомерный был и как бы не очень хорошо это все выглядело и все напрягались все вокруг него все конечно да я думаю что это не только в баскетболе но наверное применимо для любого коллектива просто работаешь где-то в офисе у тебя есть какой-нибудь гонюшок которого либо он стучит либо он не любит либо он какой-то вообще приносит в коллектив негатив это сказывается на общей работе ты сейчас есть только в инстаграме нет еще в фейсбуке есть нет я не партизанин фейсбуке зарегистрировался потому что мне нужно было там кое-какие документы по моему жилому комплексу где живу в москве и только там их можно было скачать и у меня ни одного друга там нет как бы друзья добавляется но я никого не добавляю я состою только в этой группе и вообще как бы можно сказать что фейсбук комменты считаешь про себя я раньше чесал даже я помню что на слэмданке как-то когда играл еще в цска вступил в дискуссию нет за рамуна сашискаускса а то есть ты за кого-то вписался да 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 то есть они там что-то по-моему это было после финала 4 они поливали грязью рамуноса и я что-то там написал и ты такой интернет-воин сейчас я просто написал пару сообщений но потом анонимно или по нет евгению ворону ты смелый но просто люди многие люди многие не понимают это вот а из последнего коммента суши мне тут недавно в инстаграм написал написал парень какой-то он наверно лет 14 и он я прокомментировал у никиты загдая данк весело и написал что это типа это грязный данк и он понял это как будто я сказал что это фол на то что нам надо было свистеть фол нападение и это помощь ска играла вот с фенером дома и и он написал мне такую статью причем там же в коментах или в личку не в личку он очень соединил мою интервью виду сверху что я был обижен на миссину то что у меня не выпустил в в нб и туре и поэтому может быть в поэтому типа как-то он связал так что в нб эти фолы наоборот не не свистятся ему написал слушай ты мне не понял это типа такой ну такое выражение что это грязный на на самом деле грязь он совершил да в плане баскетбола но это позитив это не говорю что игры и почему ты связал вообще этот данк передачу и вообще фолы в нападении или еще что-то в нб и то что он говорит ой типа спасибо что ответили ну короче он слился в россии реально было интересно это же по мне кажется это у всех есть людей и просто понять что о тебе думают даже понимаешь ты читаешь и слушай ну ты понимаешь что 80 процентов человек 80 процентов народа они вообще не понимают что пишут они как говорят диванные аналитики да то есть они не понимают роль в команде не этим понимают что в команде происходит они не понимают что именно ты делаешь на паркете в этот момент и тебя требует тренер как и тогда ли тому подобное они просто вот вот человека не период грубо говоря не переубедишь да у меня мама любит комментарии читать и я ее я запрещаю она тебе потом женщина вон смотри под тебя кто-то там написал я говорю мам слушай все игру ты можешь тоже что-нибудь написать некоторых болельщиков есть такая точка зрения это вот что касается комментариев том числе что баскетболисты они получают зарплату для того чтобы в каждый момент времени выкладываться на паркете они не имеют права ошибаться им не может быть плохо они не могут быть в плохом настроении они не могут быть расконцентрированы потому что там через длинную цепочку мы им платим что чуть ли не своего кармана этим баскетболистом есть люди другие которые считают что баскетболист такие же люди они также как и мы могут приходить на работу и чувствовать себя неважно или быть немного разбитыми или еще что то такое и 8 бывает дни у баскетболистов разные что ты можешь сказать и тем и другим я могу сказать что твой помощник который сейчас снимает он там на камере мы один раз в прошлом году играли в баскетбол со зрителями в казани он бегал бегал сел устал и говорит слушай как вы так столько тренируетесь играть но это же очень реально тяжело было 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 и я могу сказать что слушайте конечно получаем за это деньги конечно мы мы как профессионал да немаленькие но если вернуться к этому ним эти контракты как бы все отступление но если тебе дают эти деньги ты скажешь нет 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 конечно я не спорю с этим есть определенная политика политика клубов политика там как бы это вообще бизнеса баскетболь да этот бизнес готов платить такие деньги в этот момент времени до вопрос исчерпан то есть да они высокие зарплаты до необоснованно может быть где-то и т.д. подобное но данность это есть и спорить как бы я не вижу смысла а насчет плохих настроений или еще что-то как бы все ну люди должны быть профессионалами да у них игра это самое главное тренировка да но игра в принципе где ты должен показывать результат слушай ну и ни один игрок уверен не не выходит на площадку не горит слушай да я сейчас на разину не так сыграю наверное вот эти трешки промажу ну как бы ну зачем она мне надо ну как бы но не не один уважающий себя игрок который хочет достигать каких-то целей выигрывать и побеждать и двигать свою карьеру конечно не знаю что ответить этим людям придите да будьте настоящими болельщиками и попробуйте сыграйте хороший вариант эконом-классом но вы не забывайте что вам еще нужно прийти вам еще нужно но это как бы сейчас может быть потренироваться два раза в день покачаться выучить скаутинг посмотреть комбинации помнить комбинации свои запомнить комбинации соперника кто идет лево кто идет вправо ну это как бы я не могу сказать что это нереально трудно но это тоже работа определенная часть работы и одно дело когда ты сидишь в офисе ты можешь отвлечься другое дело когда ты на пульсе 170 160 180 тебе нужно принять первое правильное решение не забыть какую защиту ты играешь не забыть против кого ты играешь и в какую сторону он идет то есть ну это свои нюансы это профессиональные нюансы но так скажем наверное поэтому не все играют баскетбол и не все становятся профессиональными футболистами олимпийскими чемпионами чемпионами мира и вообще топ игроками очень круто сказал бам раунд майк падает ты начинал в локомотиве минеральные воды потом ты через время вернулся в локомотив кубани который наследник традиции минвод потом ты играл в динамо москва потом через время ты вернулся в триумф потом ты попал в зенит тоже опять же через какой-то промежуток времени который зенит наследник триумфа ты не теряешь что пока не следом ты играл в какой-то в одиннадцатом в униксе потом ты пошел в локом то опять вернулся в уникс то есть ну ты видишь ты играешь в одной команде через нет я не влока играл были команды в которых ты играл но не возвращался динамо санкт-петербург ну и можно вычеркнуть потому что нет цска ввс самарская почему был камбэк цска ввс красные крылья красные крылья правоприемники окей этот значит тоже в камбэк записываем получается динамо спб ты только не вернулся команда закрылась еще остается одна команда куда-то не возвращался динамо нет динамо я уже упоминал динамо нет динамо я упоминал да ты после туда не вернулся и она закрылась но перестала существовать динамо не боитесь еще есть одна команда куда-то не возвращался ты туда вернешься ты вернешься в цска или они закроются ну как бы что ты что ты какую судьбу ты выберешь для цска или они перестанут существовать я думаю что это нереально оба варианта нереально нет то что не закроется это нужно ну наверное что-то такое серьезное произойти чтобы баскетболе все клубы планеты закроются да я думаю что цска флагман баскетбол с очень серьезной поддержкой с историей и вряд ли она закроется насчет возвращения никогда не хотелось бы ну это это принцип до такой у меня два года контракта с зенитом а что произойдет после никто не знает дежурный ответ окей да ты но ты не сжигаешь мосты все правильно я где тут но мы же не знаем как как время повернется с борцокосом в локомотиве кубань ты взял это любимый тренер нет ты взял бронзу евролиге но вопрос не про тебя в данном случае а про борцокос сейчас я почитал соцсети разные прошлом году его в барселоне просто мимо махали флажком бил тряпкой ты знаешь что это такое да я знаю но это уже это уже край типа уже вот кипит просто борельщики барселоны ругали борцокоса он закончился сезон он ушел сейчас в химках тоже немножко все не очень хорошо идет евролиге и в комментах в соцсетях я ознакомился внимательно болельщики тоже сильно ругают борцокоса и предлагает тоже помогать им белым платочком даже созвали какое-то совещание с собрание точнее тренера из старых болельщиков что-то у них там будет такое происходило то что не читала видишь как полезно не читать комментарии вот самое интересное во времена краснодара борцокоса носили на руках его хвалили болельщики рисовали ему плакаты баннеры огромные вот может быть это как-то связано что здесь первое курица яйцо или результат сначала только если появляется плохой результат болельщики начинают злиться или вообще что почему почему так было в краснодаре от любви до ненависти вот этот один шаг конечно если бы сейчас если бы борцокоса ушел например в барсу и выиграл бы чемпионат его бы носили на руках но он провалился и его ненавидят в химках когда все на когда они стартовали с четырех побед по евролиге и все дома борцокос вот это у них крутой состав они поборются с искать сейчас когда у них такой не очень хороший период уже начинают думать почему проиграли я пару статей читал на спорт как это что большие вопросы и начинают уже как бы уже не все так хорошо и уже какие-то как бы уже недовольны люди до влока получилось так что у нас в принципе был достаточно ровный сезон если не считать как у нас были неудачи в втб до проигрывали без зона мы проигрывали еще кому-то таким командам вообще не обязательно самое время мы очень круто играли в евролиге мне кажется вот это все как бы перекрывала компенсировал баланс такой даже с больше какой-то долей такой с большей долей позитива и тут все слушайте тут все от результата зависит то есть это все в основном завязано на результате результате команды команда побеждает ты бог команда проигрывает ты уходишь в недавно в твиттере где-то я прочитала забавную такую историю которая раньше не знал хотя я работал локомотиве что когда локомотив кубань проиграл второй или третий матч с барселоной и борцовка сыграл очень узкой ротации не выпускал русских кто-то из игроков затребовал собрание командное чтобы куда такая информация чтобы в твиттере написано кто русский мой русский плеймейкер нет нет я не помню что это был за аккаунт но это точно был ним не башка вот и в общем было затребовали командное собрание кто-то из легов типа с претензии к борцовка су что типа делай все как раньше выпускай русских все это работало мы побеждали что за фигня но могу сказать да так то есть в баскетболисты вступились друг за друга да чтобы тренер не играл узкой ротации чтобы мы играли так как мы играли на протяжении всего сезона и эта игра нас привела сюда до до этой стадии как до которой мы дошли ты удивился тогда что вот так все произошло собрание какой-то это можно расследить как бунт на корабле собрание не игроки инициировали такого не было но вы не было собрание было вы собрались и игроки вы игроки высказали свою претензию тренеру да то есть опять нет это было как сказать это было в разговоре обсуждении наших проблем обсуждение игры и да малкам дилей не сказал это делаем и многие как бы знаете он да он сказал это он сказал что нам нужно играть так как мы играли раньше и проиграем но тогда проиграем выиграем нас будет все носить на руках принципе что и произошло никто у нас не верил это не то что там русские легионеры или это вообще какая-то история про команду в истории про команду про командную игру и про ну было странно наверно что-то менять и уже все знали свои роли и все уже были готовы к выполнению этой роли ну опять же такое было мне кстати перепяты перед пятым матчем было вообще дико уверенность не знаю почему было вообще я чувствовал что у них шансов 10 процентов это я не вру не то что вот можете верить может нету но когда нам сказали что понять что билетов не будет и когда мы поняли слушайте ну в принципе думаю что именно психологическая психологическая инициатива была на нашей стороне после четвертой игры еще последний вопрос про локомотив твоя карьера началась локомотиве да ты знаешь что родился в минеральных водах в железнодорожной больнице т.е. ну просто судьба как у гарри поттера шрам на лбу на черта хотя я живу в лермонт но тогда был закрыт роддом и мама меня родила в железнодорожной пришлось ехать туда что когда придет время заканчивать ты обдумывал варианту что было бы красиво закончить ее тоже в локомотиве например суши я пока еще вообще не собираюсь заканчивать это вопрос о красоте нет не задумывался не задумывался окей пускай остается открытым этот вопрос он всегда открыт я еще в цска не возвращался кстати там еще плюс плюс еще кто-нибудь может появится в прошлом году на дуниксом опять же я студировал соцсети статьи материалы блоги на спортсе на дуниксом много подтрунивали на всех этих ресурсах то посещаемость протоколе какая-то не такая то игра постоянно завязанная на лэнкворда то тренерские решения по шуте на обсуждали то в общем еще что-то маркетинговые методы какие-то но в общем это все вот как-то было на виду странно странно почему-то как это все виделось изнутри и в команде то есть не ну я не думаю вы-то занимались своим делом честно трудились на паркете и на тренировках и на матчах все но вот этот фон он все время был но опять же я там читал какую-то одну кто-то по-моему болельщик уникса написал что вот обо всем плохой организации еще что-то да ну во первых я этого мы этого не касались в плане организации шоу и т.д. подобное я этого не видел потому что это не мог видеть да насчет посещаемости мне кажется в таких городах где очень много баскетов и очень много спорта все зависит от результата есть результат будут ходить нету результата я думаю что даже ну в любом возьми в любой вид спорта не будет ходить да то есть у нас было столько игр столько перелетов это же новый формат и в религии как раз то как бы нам вообще было не до того нам попадали иногда в какие-то такие ап и даун по результату и были серия поражений или серия побед и ты думаешь либо как продлить серию побед либо как прервать серию поражений которые там не знаю там ведется из кафе нирбак че еще что-нибудь еще что-нибудь и какие-то такие серьезные команды полетел из тель-авива в красноярскому и в красноярске проиграли потом приезжаешь тетя какой-нибудь там олимпиакос и вообще не до этого но в целом вот и батька в зените как тебе вообще в целом зените вот и перешел отыграл пол сезона еще экватор достигли да вот в январе будет половина как ты но я не могу сказать что я батька вот есть ребята которые блин уже не валиев серёга карасёв с переездом до в бей вот вифров артём и и там тоже самого сид николаевич который уже на протяжении сколько времени работает с определенной группы игроков я могу сказать что о зените только положительные эмоции мне когда даже приезжал в питере играть всегда хорошие болельщики хорошая заполняемость зала в принципе последнее время юбилей или полный или практически полный у нас хорошая работа с болельщиками кстати получал стал супер крутом снятие клипа ты кайфанул и удивился как это все было профессионально как наши ребята из маркетинга заморочились сделали там фото сессии и т.д. подобно но именно этот клип создание там сняли студию пригласили режиссера и т.д. подобное то есть это было на самом деле круто конечно у меня только положительные эмоции от питера конечно положительные эмоции от питера от команды от капитанства еще бы хотелось по стабильнее в некоторых моментах играть но это дело наживное во всех во всех окей я просто сейчас подумал про баскетбольные баскетболистские травмы кроме того что травмы случаются их физическое проявление баскетбольное сейчас нужно этот Женя болван как у Дудя Женя болван я себя еще нуб называю у меня будут выпуски где меня учат немножко баскетбола и я такой ээээ вот кроме того что случаются травмы когда у тебя нос съехал на бикрень или галик подвернулся или еще что-то такое каждую игру столкновение падение на мой взгляд вы все должны быть в синяках ходить все время в синяках есть знаешь самые обидные травмы когда ты например там есть непрофессиональные травмы да когда ты там что-то съел дернулся поехал на сноуборде или еще что-то да или там не не совсем профессионально относится к своему здоровью к своему телу есть такие травмы вот например какой у меня нос это было 2 секунды в конце матча и мы подтянулись за одним и тем же мячом с Серегой красивым и просто нелепое движение как бы его движение за мячом мое какое-то нелепое подставление лица и вот оно здравствуйте немецкие клиники да мне приехали да мне за 50 евро вправили нос еще не очень до конца так что нет на живую на живую мне сказали типа у меня был повернут нос вот сюда и мне чувак приехал мы в клинику приехали он говорит ну смотри два варианта либо ты летишь так либо я тебя вправляю здесь я такой блин это больно он такой такой немец прикольный в какие-то шуточки он говорит да нет расслабься если мне будет больно я тебя ударю он говорит ну хорошо давай и он мне вправляет и я благополучно падаю на 5-7 секунд наверное в обморок из-за такого ну не больно как-то вот знаешь в пот бросило я такой мне стало знобить и я просто просыпаюсь со мной рядом стоит наш доктор и Катя наш администратор и я такой думаю операция не могла быть я начинаю вспоминать но ничего у меня не выпало из головы вот ну мелких травм конечно много удары вывихи пальцев выбитые какие-нибудь лоси знаменитые еще что ты же знаешь что тебе в старости это все аукнется слушай ну у меня поэтому у меня есть мини-клиника дома так что все нормально мне достаточно когда закончишь карьеру когда ты ее закончишь несмотря на то что ты говоришь я тебе уверяю где ты где ты осядешь какому городу ты принадлежишь ну в данный момент когда нет москва когда сезон заканчивается да мы возвращаемся в москву да у меня там жилье мы живем семьей так что так что пока что планы москва ну хотя жена говорит если бы мы не встретились скорее всего ты бы осел в краснодаре у тебя еще ауди а7 машина у меня еще ауди q7 у тебя две ауди да жене получается отдельную машину не покупал у нас в семье две машины и вы ими равноправно пользуетесь да причем одно время она ездила на q7 и потом переехал как-то получилось так что села на а7 ей понравилось больше а7 и теперь не хочет пересаживаться на q7 ну как бы почему ауди потому что тебе подарили тогда ауди ты ее поменял у меня вообще было я это уже рассказывал что у меня всего три машины первая была бмв а523 39 кузов который безумно любил ему весь и с крутой музыкой вот потом я просто купил я ее продал купил ауди q7 в цск и вот а7 дало государству президент за а6 дал нам президент я продал и соответственно поменял на а7 а7 погорячее да все таки чем а6 да и налога больше на нее как как ты сейчас уже относишься к я помню момент когда аня жена твоя напоминаю не тебе не тебе напоминаю не могла сделать с тобой селфи ей приходилось как-то изворачивать ловить тебя в лифте в зеркало там сейчас у тебя с этим нет никакой никаких проблем ты сам себя фоткаешь фоточки выкладываешь когда ты сейчас активен в инстаграме нет подожди активен последние селфи когда ну теперь ты не ломаешься по крайней мере все так же тяжело тяжело уговорить тебя ну да вот селфи вот мама да ну полегче ну да 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 согласен ну потому что раньше совсем совсем не уговорить ну сейчас тоже очень редко очень очень не нравится ну как то так особенно в лифте вот это мне нравится лифте лук и надо обязательно фоткать да ну ты просто внутри суровый пацан из Лермонтовой ну блин ну не знаю как то не для меня иногда заходишь какие то аккаунты они прям раз фотка два фотка в зеркале перед как я покачался как я пробежался ну блин не знаю как то ну как Артем Евгеньевич относится к тому что папки постоянно нет дома и ему самому приходится играть в машинки нет слушай я с ним очень много играю я все свободно ну ты же в перелетах разлетах в прошлом году тяжело было в этом году у нас достаточно хороший график мы ненадолго уезжаем и он очень любит железную дорогу и мы постоянно строим железную дорогу у нас есть три разных железных дороги он постоянно это вот прям как со стрелками с путями ну там есть и киевская варианты киевские есть варианты леговские и еще какая-то маленькая такая дорога так что ну он понимает уже что папа улетает на работу что у папы работ а потом встречается особый ритуал он постоянно меня целует он говорит в последнее время ну как бы ты раньше ты говорил или я говорил или Аня говорила что там типа сынок иди поцелуй а папа сейчас он я уже папа я там типа Тёма я говорю я пошел на работу а папа я хочу тебя пассивовать вот ну это прикольно также он уже знает где моя работа в Питере мы проезжаем когда мимо зал он говорит а здесь папа играет а здесь папа работает мы туда пойдем на игру там когда у папы игра ну уже он такой человек понимает что как почему ну да папа держи шведа последняя тема у него ему что-то нужно сделать ему просишь проще что-то сделать позаниматься или еще что-то он говорит не не папа подожди я сейчас занят у меня сейчас игра будет он начинает он берет мяч и играет все папа я закончил игру давай продолжать да типа ну да так же ты сейчас деньги которые зарабатываешь больше тратишь или собираешь вкладываешь куда-то вкладываю то есть глобально ты так уже не тратишь я никогда глобально не тратил деньги даже так могу сказать что я никогда глобально не тратил больше там 30 процентов от зарплаты ты будешь как бухгалтер корейка сидеть потом на деньги у меня мама главный бухгалтер нет не как в смысле она по профессии главным бухгалтером и она распоряжается твоими деньгами ну в смысле управляет нет нет я привык что я своими деньгами раньше своими деньгами сейчас нашими деньгами нашей семьи распоряжаюсь я но в то же самое время мы всегда советуемся с моей любимой женой что нам лучше сделать как нам лучше сделать куда нам лучше вложить я больше вкладываю деньги потому что у меня были очень хорошие примеры в моей в моем начале в начале моей карьере когда я был молодой я встречал очень хорошие примеры когда люди имели очень большие контракты и сейчас они все это было просажено потрачено и а карьера закончилась и деньги брать неоткуда да и сейчас все плачевно поэтому ты как бы планируешь на будущее чтобы потом это все почему нет после выхода от честного баскетбольного оно было немножко записано раньше тебе сломали нос ты не переживаешь что после этого выпуска блога со мной что-то с тобой случится я ищу такие закономерности я даже вообще об этом не думал ну а если это случится я позвоню тебе я знаю где тебя достать да кстати ты даже знаешь где я думал да когда ты окажешься последний ну я его переделал когда ты окажешься перед барменом какой напиток ты закажешь ух ты перед барменом какой напиток я закажу слушай ну это будет в течении сезона или после сезона в любой момент времени в котором ты должен можешь сейчас описать этот момент времени после в течение жену в сезоне я себе позволяю бокал максимум 2 вина выходные потому что другие напитки я не пью раньше любил выпить пиво после игры но с возрастом я понимаю что пиво только тяжело мне туда тяжелый тяжелый продукт бармену ну наверно в данный момент бы заказал бы хорошего белого вина в день а в межсезонье где-нибудь там в конце июля я пойду в баню сандуны закажу себе пиво закажу себе креветки которые великолепные друг дмитрия хвостова можете спросить он тоже в курсе ценитель расскажет креветки я закажу себе там великолепные есть конская колбаса конина и это все выпью съем и выпью пивка и пойду попарюсь окей очень круто на самом деле поговорили я просто теперь буду очень долго переваривать ты обещал подарить моим подписчикам сколько у тебя кстати а вот она 2 кроссовках на джорданы джордан и красивую подпись или короткую как как тебе не знаю как ты считаешь нужным вот пока жека подписывает кроссовки я подарю эти кроссовки своим подписчикам в описании к этому видео я обязательно все подробненько расскажу что нужно будет сделать чтобы их получить вы просто дерзайте выполнять условия как конкурса и получите крутейшие джорданы какого размера 12 12 размера порт ультрафлайт джордан по-моему а а но и это еще не все а нет все будьте с нами подписывайтесь ставьте лайк же пожалуйста попроси подписываться и ставить лайки вон туда подписывайтесь ставьте лайки как там колокольчики все короче все что нужно подпишитесь это будущий топ-блог на ютюбе